Школа в селе Смоленко Читинского района. Учится в ней более 800 детей в две смены. В следующем году здание, которое за 40 лет ни разу не знало капитального ремонта, пополнится еще на 110 первоклашек. За здоровье малышей очень переживают родители. Вот эти камни острые, торчащие, которые там возле крыльца, очень мне не понравится, потому что я беспокоюсь за своего ребенка. Хочу, чтобы я его отправила и не переживала, что он разобьет себе лоб, выбит глаз или еще что-нибудь. Состояние школы не радует, хотя кое-где местный ремонт производился. В 2012 году отремонтировали крышу в спортзале, а в 2016 установили раковины и провели воду в буфет. Планируются и другие работы. Когда летом к нам приезжал губернатор нашего края, я писала письмо на имя губернатора. Ответ пришел, документы, мое письмо было переадресовано в район, председателю комитета образования. И вот нас включили, я так думаю, на основании этого письма, нас включили на ремонт отопительной системы, на ремонт канализации, водоснабжения. Однако председатель комитета образования Рьяна доказывает, что информацию про ремонт водоснабжения мы взяли с потолка. Знать об этом не знает. Если директора там инициативу проявляет, какую-то компанию привлекла, то она должна знать за собой, что за эту работу надо оплачивать. Она тоже про эту тему не проговаривала. Только не надо критики там, не знаешь чего-то. Да, я много чего не знаю. Я только знакомлю за 4 месяца еще работать. Критики не надо. Надо проектно-сметную документацию. Видимо, как раз стопками бумаг родителям и придется покрывать гнилые полы, затыкать трещины в стенах и застилать торчащие арматуры во дворе. Но после звонка директору Игорь Геннадьевич вспомнил, что водоснабжение в школе все-таки планируется отремонтировать. Эта школа, Смоленская школа, попала в федеральную программу благоустройства, где наименование работ такие вода, канализация, тепло. А что она включена в федеральную программу, то есть вы не знали? Нет, я просто выпустил из виду число 14 школ. У меня в голове вертится, что муниципальный бюджет больше. Комитет образования, по всей видимости, абсолютно не ориентируется в проблемах школы. Зато о них знают родители и работники учреждения. И сейчас их максимально волнует гнилая электропроводка. Систему пожарной безопасности недавно поменяли, чтобы на случай возгорания работала как часы. А причиной этого вполне могут стать старые провода. Главная проблема для меня на сегодняшний день – это электропроводка. Вы знаете, что сейчас у нас очень много пожаров возникает. С проектной сметной документации на электропроводку есть. Заявка. Последний раз я была буквально на прошлой неделе опять со сметой. Ходила к председателю комитета образования. Пока новые школы в Добротном и Смоленке вместимостью по 250 человек планируют начать строить только в 2021 году, 40-летнее здание подвергает опасности жизни учеников и учителей. Замена той же проводки планируется только на лето. Выделенные средства составили 860 тысяч рублей.